Это полный бедец, все должно быть вообще было не так, и чем все мы приехали. То есть мы прилетели вчера вечером, а моя мама, брат и мама Антона, они все вместе, они курились сегодня ночью, в час ночи, плюс пять часов, то есть в шесть утра они прилетают сюда. Ну как сказать, вы же поняли, да, что именно в этом будет какая-то интрижка, и это просто, просто жесть, и это была моя фобия после всей моей жизни, и вот она произошла. Если кратко, то в три часа ночи я получила сообщение от мамы, Оля, полная жопа, я перепутала паспорта, и нормальный паспорт остался в Твери. Сейчас мы не можем с Димой вылететь, и не знаем, что делать. Я жутко стрессанула, взяла себя в руки и вот сварила борща. И что вы думаете, вечером случилось чудо? Ура! Ура! Кто приехал? Завечка такая хорошенькая. Добрались! Софика, кто приехал? Дима что ли? Когда мы немного пришли в себя, я повезла их в мое любимое место на Дуденский водопад. Субтитры подогнал «Симон»! Я шла и не могла поверить, что мы все наконец-то собрались. Стресс позади, и мы просто наслаждаемся морем красотой. К слову, Турция уже перестала быть бюджетной, и ужин у нас выходил не менее 2000 лир. И это не в каких-то супер-ресторанах, но вот в таких вот, я бы сказала, забегаловках. Дни летели просто со скоростью звука, и вот мы уже в отеле, устроили уикенд с Антоном наедине. Рассказывай, где ты? На Турции. Забронировала нам двое суток за бешеные деньги, потому что Турция за 30 тысяч на неделю уже где-то в прошлом. Но ничего, кайфуем! Сейчас будет «Рум-тур». Так, заходим в наши султанские дворцовые хоромы. Сразу понятно, где мы. Так, тут я проспаймила, не проспаймила, а как говорится, проспойлерила. Ванна! Именно ванна, это большая редкость. Халатики. В принципе, нормально. Только немного пахнет канализацией, а так все окей. Ладно, мы думаем, что проветрится. Три-два! Это самый скромный номер из всех, что я могла выбрать. Остальные были вообще как будто в музее. И я думала, что он тут меня убьет. Если я закажу нам дворец Сулеймана. Ну так. Хорошо, сейчас я покажу вид из окна. Мы думали, что у нас вид на дорогу, но потом повернули голову направо. И тут оказалась вот такая штука. Сейчас адовая жара. Поэтому мы прячемся. Ждите выпуска. Ну вообще, отель довольно неплохой оказался. Даже лучше, чем на фото. Недалеко от нашей квартиры. Буквально мы ехали минут 20-25 на такси. Несколько бассейн. Горки, конечно, так себе. Ну все, дорого богато. Все понравилось. И впервые, кстати, впервые мы завтракали, обедали, ужинали. Под живую музыку. Я прям впечатлилась. Реально классно. Вообще, дизайн тут такой специфический. Больше всего меня впечатлил красный бассейн. Я так не поняла, нравится он мне или нет. Порадовало наличие таких зон отдыха бесплатных. Лучше, чем просто лежак. Нам понравилось. А вот шампайн-бар как-то, если честно, не оправдал надежд. Так себе, не очень вкусные коктейли. Идем, значит, мы. Йоу, ты живая? Иди погладь ее. Иди погладь ее. Шпали, чтобы она тебя не укусила. Офигеть черепах. Ну, мы видели черепах, ну, просто шли как бы тут вот из шампайн-бара. Черепаха, тут собаки были, кумашки. А, ты что, черепаха, что ли? А я, кстати, здесь читала, я сейчас такое вспомнила. Я читала, что тут эти, много разных животных. Серьезно? Да, такие черепахи, еще кто-то. Подожди, а акул, нет? Я говорю, акул нет. Повтори еще раз. Нет. Дикие кабаны вроде на пляже. Может, ванна тебя не укусила? Нет, я трогать не буду. Все ночью прикладу я тебя. О, и шоколадная какашка. Нет. 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 Всем доброе утро. Я сегодня как-то тетка из мема, которая идет в 7 утра занимать лежаки на пляже. Нет. Субтитры добавил DimaTorzok. У меня такой язык, просто посмотри на ее этот, она легко справляется с этим, псих, смотри куда дает Еще удивила вечерняя программа, я тысячу раз была в разных отелях, но здесь было какое-то супер шоу с оркестром, там реально на сцене выступало, мне кажется, человек 30 Мы ждем, сейчас 7 утра, и мы идем с моим братом, с моей мамой на пляж в центр города, в старый город Будем идти где-то 25 минут Сейчас купим чего-нибудь на завтрак Это я так умудрилась сгореть, 3 месяца прошив в Испании, и на денечек сходить на пляж в Турции Вот, мы все равно идем на пляж Да, как я уже сказала, купили завтрак, 60 лир Вот такой вот мешочек семитов В 7 утра идти пешком на пляж было еще, в принципе, терпимо, не так жарко Но возвращаться обратно по Солнцепеку был, конечно, не вариант, и мы обычно пользовались такси По дороге можно было увидеть полный колорит Турции, чего мы только не видели Анталия, конечно, город контрастов Вот, только что мы проходили новый дом Здесь уже вот такие дома Живут люди И, судя по всему, не собираются съезжать Такое много где есть, где можно найти такие старые дома Это было, как называется, эти практически уже разрушенные такие руины Но здесь как-то меня часто довольно не попадаются Даже в старой части И рядом стоит какой-нибудь новый современный дом Типа такого, как мы живем Через дорогу тут уже такое современное здание консерватории Линия трамвая И уже такие магазины Кафе Все так довольно прилично Вот такие вот контрасты Мы уже приближаемся к старому городу На самом деле уже сейчас начинаются лавки Все, я стала тем человеком, который все теперь говорит А вот в Испании А вот у меня там вот не так грязно Не так на-на-на У нас там красиво Мне на самом деле-то давно Я еще когда начала ездить в Сочи Первые разы как-то мы начинали в Сочи Москва-Питер Потом в Сочи жили там месяц-два Потом катались, все такое Я так все время, мне казалось, что там круче всего Я все сравнивала, там климат, погода Потом переключились на Турцию До этого я еще с мамой там по разным городам Европы ездила Вот, а сейчас вот, пожалуйста, Испания Интересно, что будет после и будет ли Вот такие вот интересные наблюдения Но пока мне, конечно, моя Валенсия, моя прекрасная Ближе к культуре, языку и вообще всему Так, вопрос на таком Что это такое? Мама говорит, что это фикус Но тут какие-то плоды Мы дошли до старого города Спускаемся вниз к пляжу Мер Мер Ли Его все ругали Мы с мамой решили сходить И нам, в принципе, понравилось Решили сходить еще раз Ругали, потому что много желающих Не так много лежаков Маленькое расстояние между ними Но мы поняли, что если прийти пораньше В принципе, все окей И поэтому Разве нам сюда, мам? Вот, и мы решили, что Если рано придем, то места будут Так оказалось, в принципе, нам понравилось До обеда там полежали Потом там уже, конечно, совсем не было свободных мест И люди лежали даже В таких лежаках в воде В старом городе встречаются вот такие вот объекты Совсем уже разрушенные А рядом с ними Супер вылизанные Отреставрированные дома Но это отели Мы немножко полутонули Как обычно Потому что кое-кто говорил Вам точно туда Ну ничего, мы почти добрались Все Цель близка Идем туда Спускаемся По лестнице Последние 100 ступеней И мы у цели Такая вот у нас получилась зарядка Учитывая, что мы заблудились Веселое утро У меня теперь супер задача В моих штанах Которые я зачем-то одела Дойти До лежака Веселое утро Веселая утро Ну какие-то А- characters Весела моя кстати вход на пляж 150 лир но цены постоянно меняются так какой влог без того что мы посещаем детские площадки никакой еще осенью я присмотрела тут центре анталии детский парк за символическую сумму где-то 30 40 лир можно провести время с ребенком платить только за ребенка и тут всякие развлечения вот наконец мы дошли решили уже не ехать на море и вот пришли сюда вход 40 лир с человека ребенка взрослый бесплатно правда моему брату 15 там было типа до 17 лет нужно платить и пришлось за него заплатить чтобы быть порядочным мы хотели сказать что ему 25 ну не стали вот сейчас софия поедет на парабозе вроде бы это все тоже все включено плохую погоду можно здесь поиграть выглядит здорово софишка привет привет дима преследует вывели детишек на прогулку маленького детишку тоже моего братца ну давай зайка держись крепко тут еще и чистоте красоты м машина Тут еще и катаются на машинах. Каждый день мы ездим на пляж Каньялты. К моему мнению, это лучший пляж в Анталии, и сюда стоит ездить. Иногда ездим на автобусе, но у нас большая компания людей с кучей сумок и колясок, поэтому пользуемся такси. В целом, нашего дома из Мурат Паша из центра 120 лир. В самой Анталии нет пляжа в центральной части. Есть только один единственный в старом городе, куда мы ходили, Мермерли. Но он платный, довольно специфический. Там поддоны такие, постаменты. Нет береговой линии, где можно посидеть, поэтому на любителей, скажем так, с ребенком я туда не ходила, потому что она там с ума бы меня свела, и она не может все время быть в воде или все время лежать строго на лежаке. А там очень маленькое расстояние между твоими соседями, и, в общем, мы не стали туда ходить в Софии. Также есть пляж Лара, он песчаный, и из-за этого в воде баламутится и немножко грязновато. Плюс там начинаются отели, очень мало таких городских мест, куда можно сходить, поэтому мы туда решили ездить. И мой фаворит это Кань-Ялты, несмотря на то, что здесь такие камушки, не песок, сидеть не очень мягко просто на полотенце. Но я сейчас покажу, почему мы ездим именно сюда на такси. Тапочки, специально, чтобы спокойненько заходить в воду. Ну, смотрите, какая чистейшая вода, просто чистейшая, очень прозрачная, красивая. Вот плавает мое семейство. Великолепно. И что мне здесь особенно нравится, так это вид на горы. Сейчас немножко облачно, но вид потрясающий. Мне очень нравится, когда есть какая-то перспектива на море. И однажды осенью даже здесь Антон видел ската, он нырял с очками и увидел самого настоящего ската, представляете? Мы теперь плаваем и каждый раз хотим его снова встретить, но пока нам это не удалось. Так что вот так вот, такой вот обзор, быстренькие пляжи. Софика, ты крокодил? Ну-ка, смотри ко мне. Вода просто потрясающая. Очень прозрачная. Ааа, моя акула. Нам так понравился тут детский парк, что на следующий день мы еще всем семейством туда пришли, решили обойти то, что не обошли, нашли всякие классные места, поиграли просто во все, что только можно было поиграть. Побросали кольцо, аэрохоккей, в каруселях покатались, ну прям очень-очень нам понравилось это еще и за такую символическую цену. Начало отпуска выдалось самбурным, стрессовым, поэтому только в самом конце я нашла в себе силы, нашла время снять и показать вам квартиру. Приветики, давайте покажу вам нашу турецкую квартиру. Заходите. Большая прихожая, здесь ванна. Мы первые жильцы этой квартиры, это квартира наших родственников, и мы просто протаптываем дорожку и обеспечиваем дополнительные удобства. Например, все еще здесь пока нету люка, но надеюсь он скоро появится. Здесь не было воды, она появилась. Вот такая вот штука. Идем дальше. Маленькая спальня. Все в ней прекрасно, но нет кондиционера. Зал, кухня. Газовая плита. Газа пока нет. Духовка. В духовке мы что-то делаем. Вот здесь огромное количество. В каждой комнате. Еще куча всяких коробок. Мне кажется, тут еще дополнительные кондиционеры и что-то такое. Лестница. Да, тут два балкона. Симметричный балкона. Пойдемте наверх. Лестница как на даче, да, Софика? Да. И на втором этаже тоже ванная комната. Душевой. Толстенькая коробка. Есть некоторые особенности турецкого ремонта. Я сказала своей сестре, что если бы ей так сделали ремонт в ее квартире в Москве, она бы их убила. Но я думаю, что все поправимо. На самом деле квартира классная, светлая, чистенькая, новая. И немножко подшаманить, убрать какие-то следы краски. И будет прям замечательно. Вот подушка. Огромный шкаф для всех шмоток мира. Шкафчик. Просто огроменный. Вот потелька. Мы на ней пьем каждый день. Да. Кондиционер. Постелька. Пойдем в Димину комнату. И еще последняя комната. Очень просторная. На самом деле за этим шкафом тоже панорамное остекление. Но там вид на другой дом, поэтому мы решили поставить шкаф. Не мы. За 500 долларов. Ты чувствуешь кайф от очков? Вот сам подъезд в доме. Вот это что-то немножко странное. Имперские такие. Пенопласта имперский стиль. Я его назвала. Ну, понимаете, как есть, так есть. Не знаю, кому в голову пришло сделать такой декор. Но выглядит это забавно. Тут, как это называется, такая мокрая штукатурка. Идем дальше. Ходим пешком. У нас последний этаж двухъяручная квартира. Лифт не работает. Ну, как часто бывает в новых домах. И так говорят из-за того, что он делает ремонт. Чтобы он не попортили строительный цепь. А ну, не лифт. Я не знаю, почему здесь так. Ну, ничего страшного. Мы после Испании, после нашей первой квартиры, в принципе, привыкшие. А вот, что происходит с пенопластовым перским стилем. После того, как он сталкивается с обыденностью и рутиной. Ну, не скучала. Не скучала. Ну, что теперь? Поделаешь. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok